Приветствую вас, друзья! С вами Людмила Мельник и тема нашего занятия «Эффекты Камтазия Студио». Сегодня мы будем говорить о слиянии двух видео. Открываем Камтазию и сейчас мы должны загрузить два видео в рабочее поле. Сделаем мы это немножко другим способом. Мы находим видео, сворачиваем Камтазию на пол экрана и просто перетягиваем сначала одно видео на рабочее поле и затем другое. Закрываем наши окна лишние, разворачиваем Камтазию на весь экран у нас есть два видео и мы их перетягиваем на шкалу времени. Вот таким образом. Теперь у нас на шкале времени два видео. И сейчас мы займемся редактированием звука. для этого мы заходим во вкладку «Аудио». Нажимаем и у нас открывается поле «Редактирование Аудио». Сразу же звуковая дорожка выделяется, становится зеленого цвета и мы займемся наложением дополнительного звука фонового. Заходим в библиотеку, выбираем мелодию и перетягиваем звуковой файл на еще одну дорожку. Поскольку видео у нас длинные, нам приходится делать это трижды. Как вы видите, у нас звуковой файл очень длинный и сейчас вы узнаете об еще одном замечательном инструменте «Камтазия». Вот такой вот разделитель. Мы на него нажимаем. Для этого мы ползунок поставили в конце записи. Теперь мы можем удалить часть записи и у нас получается видео и звуковой файл одной длины. Теперь мы разберем такой интересный эффект, как затухание и возрастание. Мы ставим наш ползунок немножечко где-то 3-5 секунд от начала записи и нажимаем нарастание. И вы видите, как на звуковой дорожке у нас начало файла идет наклонная линия вперед, вверх и вправо. то есть идет нарастание звука с нуля до какого-то определенного уровня. То же самое мы делаем в конце, но здесь у нас будет уже затухание. То есть музыка идет каким-то определенным уровнем и в конце затухает. Вот вы видите, красная линия как раз идет, сходит на нет. Что еще мы можем сделать? Мы можем уменьшить уровень звука, потому что фон это должно быть какой-то тихий сигнал, чтобы не забивать сам голос. Мы нажимаем уменьшить громкость и на шкале находим, когда мы наводим на шкалу звуковой дорожки, у нас появляется стрелочка вверх-вниз и зажимая левую клавишу мышки мы можем потянуть вниз и уменьшить громкость. Буквально для фона это где-то около 10%. Потренируйтесь. 10-15. Нужно это сделать так, чтобы было слышно голос и в то же время на фоне была музыка. Таким же образом мы можем увеличить силу своего голоса. На звуковой дорожке точно так же зажимаем левую кнопку мыши мы можем увеличить звук на 100-200%. замечательно. Что мы еще можем сделать? Давайте добавим переход. У нас два видео. Давайте вставим туда какой-нибудь переход. Как это делать вы уже знаете. переходим в шкалу времени. И давайте просмотрим что у нас получилось. Одно видео. Дальше идет переход. и другое видео. Я вас поздравляю. Сегодня вы научились соединять два видео. Желаю вам успехов и процветания в вашем бизнесе. Субтитры видео. Субтитры